Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые! Сейчас я вам покажу обычный аквариум в Германии и покажу несколько моментов, которые для меня очень интересны и пока я еще не нашел ответ на них. Возможно, если вы знаете ответ, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях под видео. Ну а я приступаю к обзору аквариума. Итак, перед нами обычный аквариум. Ну, тут я не помню, сколько измерял. Где-то сотка с лишним по объему. Ну, видим жителей. Это пару скалярий и боция. Растения тоже все такие, в принципе, неприхотливые. Длина, если я не ошибаюсь, тут 80. По-моему, высота 35 или 40. И ширина тоже что-то 30 или 35. Ну, я так прикидывал, что это где-то, где-то, получается, мой был аквариум природа 112 литров. Возможно, тут, конечно, чуть больше. Далее у нас обязательно крышка должна быть в Германии, потому что тут во всех домах большая сырость. И без крышки тут аквариумы не содержат. Ну, крышка, видно, что уже много чего поведала. Я не знаю, чьи фирмы сам аквариум и крышка. Но все это сейчас обслуживается, вернее, светит все. Всего лишь одна лампа. Все, вот это и одна лампа. Как я понимаю, достаточно для этих растений. Блин, я еще не тут накапал. Вот это похозяйничал. Называется. И вот смотрите, ребят. Вот этот обогреватель с терморегулятором. JBL. Хотя, тут сколько фирм именно немецких. Но почему-то JBL-овский обогреватель. Но это еще не все. Я не знаю, конечно, чей грунт это, что остальное. Все, сам аквариум, крышка. Но тут, если взять еще внешний фильтр, то он тоже JBL-овский. Почему? Я, честно говоря, не знаю. Хотя JBL- это соседняя страна Голландии. Но почему-то их любят. Корм, как я вижу, тетра. А для растений вообще, Ден-Орле. Что это, что это. Поэтому некоторые вещи для меня остаются загадками. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, это из-за цены. Ну, могу ошибаться. Что удивительно, вот одна лампа на такой объем. У меня реально светодиодная стояла. Я понимал, что можно даже больше ее. Но тут видно, что растениям не очень комфортно. Видно водорослевое обрастание. Видно, что некоторые растения, конечно, страдают, я бы так сказал. И бы еще освещение. Но тут все очень дорого. В плане освещения, воды. Поэтому, я думаю, такое слабое освещение. Рыбки тоже вы видели, сколько стоят ценники на них. Поэтому и растения тут, конечно. Кстати, если кто-то владеет немецким и хочет походить по магазинам, помочь мне, да и самому посмотреть, не стесняйтесь, давайте свяжемся и прогуляемся по зоомагазинам в Германии. Поможете мне, подскажете, что к чему. Это мой хоть и первый аквариум в Германии, который я вам показываю. Но не из своих, но из чужих. Но в дальнейшем я буду стараться узнать у владельцев, как происходит обслуживание, сколько вообще стоит в Германии содержание такого аквариума с таким освещением, с таким фильтром и с такими рыбками. Сколько стоит его с нуля запустить и сколько выходит его в месяц содержать. Хотя, в принципе, тут ничего особого такого нету. Но, мне кажется, тут, если перевести на наши цены, это будет большая сумма. Ну, посмотрим. Чуть позже обо всем расскажу и покажу. Со временем, я надеюсь, подтяну свой немецкий, пока я знаю три слова и все. И будет уже проще общаться с другими немцами. И тогда уже буду больше показывать аквариумов, больше знакомиться буду с другими аквариумистами. И, естественно, конечно же, будет понарастающая вся немецкая аквариумистика уже на канале у меня.